На территории Сургутского района введен особый противопожарный режим. На этот период начали действовать дополнительные ограничения. А сотрудники ГО и ЧС проводят рейды, чтобы предупредить об этом жителей, поселений и дачных кооперативов. Вот так чиновники обходят буквально каждый дом, победит А2, чтобы предупредить людей о временных ограничениях. А заодно и поговорить о пожарной безопасности. Сотрудники администрации объясняют людям, сейчас ограничения ужесточили, чтобы не повторилась ситуация прошлого года. В 2022 на территории округа случилось много пожаров. Период весны в этом плане самый опасный, потому что после таяния снега оголяется старый сухостой, который легко воспламеняется. Самые частые проблемы это со сходом снега. Сухая трава появляется, зеленая еще не вышла. И особую опасность представляет любая искра, которая может воспламенить эту траву. А сейчас, как можем наблюдать ветреная погода, ветер разносит огонь со скоростью, который невозможно уже остановить. И порой трагедию предотвратить тоже будет сложно, когда огонь распространяется с одного участка на другой. Все это приходится каждый раз объяснять людям. В основном, говорят чиновники, хозяева участка встречают их доброжелательно. А вот требования пожарной безопасности соблюдают далеко не все дачники. То, что нарушителей это сильно ударит по карману, становится для многих неожиданностью. С этого года ужесточили размеры штрафов. В период, пока действует особый режим, владельцев дачных домов за нарушение правил пожарной безопасности на дачных участках могут оштрафовать на 15 и более тысяч рублей. Так он каждый год введен. Ну, хорошо. А что в этот период запрещено, знаете? Курить, спалить, сжигать. Вот сжечь мусор, развалить костер, готовить пищу на открытом огне, даже на территорию вашего частного домовладения. В прошлом году был штраф около 5 тысяч, ну, чуть выше. А сейчас знаете, какой штраф? От 15 до 20 тысяч на вас, на собственника. В особый противопожарный режим запрещено и посещение леса, охота и рыбалка. Нельзя сжигать мусор и сухую траву. За нарушение частному лицу грозит штраф от 40 тысяч рублей. Все это чиновники тоже объясняют людям. Их задача профилактическими рейдами охватить порядка 40 дачных и садоводческих кооперативов. Заодно проверяют, все ли участки оснащены огнетушителями и другими средствами защиты, например, пожарными извещателями. Чаще всего по статистике происходят пожары ночью. В это время человек что делает? Спит. И когда начинает гореть, происходит задымление, человек гибнет от продуктов горения, от дыма. Он этого не чувствует, он просто засыпает и уходит. А если будет простейший дымовой извещатель, там просто батареечка, ее прикручивают и на год забывают. А он срабатывает от дыма, от этого всего. И он предупреждает именно население о наступлении опасного момента. Профилактические рейды надзорные органы продолжат проводить на протяжении всего особого противопожарного периода. Подчеркнем, что после его отмены сжигать мусор на участках уже будет разрешено, но только в специальных металлических емкостях. Площадка должна быть очищена от мусора. Обязательно наличие минерализованной полосы и огнетушителя. Продолжение следует... Продолжение следует...